Представьте себе человека, который живет где-то в деревне, может быть, в Курской области, в какой-то другой, в общем, все равно в какую область он живет, но смысл в том, что живет он в месте, где мало что происходит. Жизнь его, в общем, такая пенсионная, неспешная, красивая, довольно романтичная. Сам он интеллигентен, начитан, брутален и очень обаятелен. И хотя ему слегка, может быть, за 60, он имеет по этой самой причине несколько подружек, которые живут в городе. Он сам не женат, но он имеет несколько этих подружек и пишет им письма. И вот в этом эпистолярном каком-то ритме он существует. Он пишет одной, второй, третий, четвертый, он получает ответы, пишет опять. И так проистекает его вот такая романтичная, сельская жизнь на луне природы. Вот, собственно, одно из таких писем я и хочу вам прочитать. О, не держись, подружка, ни за что. Нет ничего на свете, кроме Бога, но и его печального и то. Покуда не отчаялась, не трогай и без того в глубоких облаках Узрят, как ты, шатаешься по скверам, скучаешь о далеких берегах. Целуешься с каким-то пионером. И я целуюсь с кем-то от тоски. И в темноте беззвездные морозные меня шатают злые сквозняки. По комнатам, как старого матроса, не приезжай, сестричка, не держись. За своего товарища и братца. И у меня теперь такая жизнь, где только Бог. И не за что держаться. И как цветочек чистый на реке, во мраке краха злой чертовщины, Вот я шатаюсь в пристальном зрачке, как у вата нетрезвого мужчины. Следящего за мною с пустов. Ни благости, ни милости, ни чаю, я никакому благу не готов. Он следит, он молвит, как печал. Когда тебя качает межосин, а ты духовный, нежный и невинный. А ты с утра заходишь в магазин, за водкою надеждой, анальгином. А ты потом выходишь из него. Без анальгина с водкой и цветами, в том ничего, смешанного ничего. Вот так себе он молвит за кустами. Калю дрова, любовница в Крыму. Вчера читал Толстого, три медведя. Так хорошо остаться одному. Не приезжай. С любовью, дядя Федя.